Привет, охотники! На связи вновь и Аллан Гайзи. Сегодня я сниму для вас обзор на такое двухствольное ружье, как Blazer F3. Купил я его недавно, но опыт владения им у меня уже накопился. И сейчас мы с него постреляем, а потом я покажу, как он добывает зверей. Находимся на карте Redfather Falls. Пойдемте до стрельбища. Так, ребята, теперь у меня есть все двухствольные ружья. Также у меня есть, ну, очень много, короче, этих. Вот так он в руках выглядит. Очень много гладкоствольных ружей. Нет только рычажки и 20-го калибра. Если кто-то хочет там обзор по какому-то стволу, можете написать в комментариях. Так, ну а мы на стрельбище. Первый выстрел произведем по вот этому лосю. Ну, расстояние до него около 30 метров. Сейчас попробуем. А, ребята, смотрите, прикол Blazer. Смотрите, вот мы лежим, да. Смотрите, иконка, все, лежим. Прицеливаемся. Видели? Поднимаешься. Вот. Не знаю, почему. У меня, у моего друга все... Так, смотрите, вот. Лежим. Поднялись. Иконка лежащая такая осталась, заметьте. Но почему-то мы поднимаемся, как будто стреляем с колена. Иногда это удобно, но иногда не очень. Сейчас покажу, почему же это неудобно. Когда ты стреляешь два раза, то стволы у тебя, ну, опускаются. Сейчас я вам это продемонстрирую. Так, ребята, ну, сейчас я вам это и продемонстрирую. Так, вот, смотрите. Выстрел. Опускает, поднимает. Выстрел. Опускает, поднимает. Как вы видите, я как лежал, так и лежу. Вот. Поднимает. Выстрел. Выстрел. Ну, то есть, вы видите, да. Так, сейчас посмотрим разлет картечи. Попадули. я вот в ту оленя который стоит вон там сейчас попробую попадание было то есть неплохо сейчас проверим это кучность на вот этом лосе который стоит на метрах нет вот в основном карте используется для оленя вон олень стоит расстояние около 60 метров сейчас проверим разлет бью в лопатку так но довольно я вам скажу неплохо карте справляется ну и на вот этом попробовали не вообще blazer of 3 очень любят охотники потому что но для новичка удобнее целиться с ее так как горизонталка не всем подвластно все-таки кто-то говорит что стволы там перекрывает но мне ничего не приклад а вот тут одна это одна линия и понятно как целиться то есть вот менее мушка сейчас попробую попасть с пулем на промах и попробую сейчас не понимаю почему я попасть не могу так вот сюда так сейчас попробую кишечник не пуля летит туда куда целишься вот смотрите попробую сейчас взять лося в сердце вот сердце видите то есть пуля летит отлично с этого ружья попробую оттого лося пиловище в сердце так пробуем сердце вот сердце то есть пуля летит мое посетение если уже лося в сердце попал то это смерть так сейчас попробуем с передней проекции попасть лося в сердце ну вот сердце вот чистое сердце ну то есть стреляет она отлично я бы вам сказал отлично стреляет и последний выстрел произведу вот тому лося дистанция около 70 метров наверно пробую легкое взять туловище то есть видите такая дистанция лося уже не пробивает в кишечник даже при попадании в кишке пишет что туловище попробую выстрелить в мозг нет все равно туловище а сердце туловище то есть лося дальше наверно 60 50 метров смысла стрелять нету на этом наше стрельбище заканчивается пойдемте же поохотимся так ребята чекайте вот что это такое мне интересно у меня чекайте какой то бах и вот текстуры сюда наложились травы не знаю почему мы сюда наложились текстуры травы я определил лосиху вот там сейчас пойдем попробуем ее взять ребята блейзер мне достаточно я вам скажу нравится не могу сказать что он мне больше нравится чем вот это горизонталка тут все таки стреляют они примерно одинаково у блейзера удобнее прицельное приспособление ну то есть мушка удобнее а так они одинаковые по разлету кортечи пули они одинаково короче вот это блейзер хорошее ружье но это на любителя взять горизонталку или вот такую вот такую горизонтал очку самца слышал белохвостого оленя взять вот горизонтал очку или же вот такую вертикалку тут дело выбора каждого тут подсказать я вам не могу но свое мнение все таки по блейзеру выскажу в конце видео мы пойдемте посмотрим что там за самец чернохвостого ой белохвостого оленя так вот мы выходим сейчас испытаем блейзер на разных животных кто будут нам попадаться на тех и будем испытывать сначала у нас наверное будет белохвостый олень и пуля для блейзера да может там самец и самка отличаются ну то есть у самки там ребята вот он идет о хорошие не будем медлить пуля вот смотрите пуля блейзера в 3 ложит оленя в легкое на месте как и собственно по моему по моему взгляду картель будет ложить его на месте смотрите неплохой олень пробивает его заметьте насквозь 30 метров 108 очков так ну мы идем дальше так как я думаю для видео обзора у нас вход пойдут и самки и самцы не будем выбирать потому что самки в принципе тоже подходят они практически одинаковы с самцами но может самцы немного как сказать больше бронированая и не так быстро падают а так они на 90 процентов одинаковы поэтому лося если найдем будем испытывать и самку ну а оленя Соответственно если попадется Конечно самец будем самца Но если уж самка То не бред с ним стрельнуть и сам Ребята вспомнил только что Самца белохвостого оленя Ишел по его следам Выскочил он вот тут стоял Я ишел и он Он туда спетлял Можно было на скидку Кортечью конечно выстрелить но Я не хочу делать подранков Поэтому я не стрелял Сейчас мы пройдемся по его следу И посмотрим возможно его найдем Ага Ребята тут было два самца Прикол Это другой след Не тот по которому я ишел Было здесь два самца И это так довольно прикольно Потому что Бывает Что не можешь найти даже одного А тут В одно место Вон 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 ребята Вон Так вон один самец Но этот который убежал Вон мурага его были Посимпатичнее Сейчас мы его приманим Того который стоит на дороге Да он бежал Нигде вроде не остановился Ладно пусть бежит Вот по этого следам я шел самца Да он какой то нулевой Но это хотя бы не самка Но это хотя бы не самка И чтобы объективно Объективный был обзор То с тренем так уж и быть Двух самцов Картечью и пулей с тренем самцов Потому что это Была самка Я ее стрелять не стал Хотел сделать вам обзор Более Таким Ну скажем Ну в общем Чтобы было два самца А не самец и самка И чтобы было безразличие В гендерном плане Поэтому Вон он крикнул Да это он крикнул Так ну это хорошо Сейчас мы его Подождем Так ребяточки К нам идет самка Это не очень хорошо Я конечно Очень сильно надеюсь Что самец первый подойдет Но Никто мне никаких гарантий не дает Возможно подойдет Первая самка Самец еще и остановился Ну да Так собственно Всегда И бывает Так О видите я лежу Ну а она как будто Ты сидишь Вот самка стоит идеально Ну ладно Мы ждем самца Вон он кстати И идет Давайте короче Пробую взять его С такой дистанции И потом Переключиться на самку Ну пробую Навряд ли я по самке попал Даже не увидел куда она Спетляла Но тем не менее Картечь Блайзеров Три Самец Белохвостого оленя Вот собственно Думаю дистанция метров Тридцать Да Тридцать четыре метра Смотрите Шейный позвонок Голова Левая легкая Ну то есть Пятьдесят пять Всего лишь очков Маленький самец Ну А мы идем Дальше Ну А теперь Небольшая нарезочка Выстрелов Из блайзеров Три Тридцать 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, ребята, на 80 метров взял оленя пули из блейзера. Да, немного пуля сместилась, как вы видите. Стрелял я в легкое, но пуля немножко сместилась. Вот такая охота, полуохота, полуобзор блейзера у нас получилась. Вот такой видос получился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорых встреч. Пока. Продолжение следует...